Добрый день, дорогие друзья! Зовут меня Александр Пилов. Вот вы здесь видите череп. Вы повеличите его немножечко. Череп очень большой стал. Это череп осталоида. Чуть-чуть поменьше, а то он распился весь. Вот смотрите, у него бегающий назад лоб. Вот эта вот зауженность, так сказать, заглазничная, очень выраженная. Огромные лицевые, так сказать, части, эти вот сколы, увеличенные зубы. Вот здесь невидно нёба, так сказать, очень глубокая и так далее. И это уравнится с неандертальцем, то есть фактически перекличка. Но это сапиенс, а это неандертальц. Понятное дело шков. Вот у нас моя реконструкция, начнется. Первый череп. Это негроидная. А второй череп, это вот... Нет, это немножко не то. Вот этот череп, он найден, по-моему, на Кавказе, если не ошибаюсь. А это кроме анголиз. Ну, неважно, следующий череп. Так, как это вот следует? Снежного человека. Бигфунты нас преследуют. Ну, конечно, здесь видно, что... подделки. Вот австралоид типичный. Почему здесь он выскочил? Можно немножко его увеличить. Потому что вот у него есть удивительные черты, сходство со смертным человеком, черепом, который нашёл как раз Бурцев с Хвитом. Вот, ну, следующий. Давайте посмотрим, что там ещё. Ну, вот тоже снимок не очень хороший. Но что здесь видно? Деградация. На самом деле, вот подбородок вмешается постепенно. То есть речь уходит. Ведь это вторичные признаки. Когда уменьшаются лобные и теменные боли, это говорит о том, о деструкции как раз, языковых программ и способностей к аналитике. То есть в морфологии, в первичном физиологии, а потом в морфологии. Нос увеличивается тоже. Ну, нос переносится, падает. То есть фактически она утопленная. Здесь мы видим широкий, очень, можно сказать, размер. Вот здесь происходит следующее. Ну, вот типичный австралоид коренной. Ну, да. Да, он красивый, конечно. Молодающий. В следующий кадр, да. Но, тем не менее, вот эти вот игры, вот, так сказать, все и так далее. Ну, вот типичные австралоиды. Но я не хочу сказать, что австралоиды, конечно, деграданты полные. Они могут быть в большей степени. Потому что Австралия была некоторое время изолирована от основного мира, и фактически культурная изоляция привела к потере ампультура, языка и так далее. И, собственно, конечно, произошла некоторая деструкция отделов мозга. Ну, и в среднем, конечно, уменьшился в один. Ну, вот это больной акронегалией человек, да, мам. И вот здесь мы видим, что тоже разрастаются губы. То есть некоторое исходство есть с тем, что мы наблюдаем вот в Австралии, в Австрадоиде, в типичном австрадоиде. Следующий, да. Вот это последняя Тасманка, которая умерла в 1876 году, и успели фотографировать. На самом деле история тасманийцев очень печальна. Тасманий была изолирована от Австралии морскими, так сказать, просторами. И, собственно говоря, когда португальцы и англичане там появились, они, собственно, устроили сафари. А так они фактически голые, могли спать при нулевой температуре. И, как некоторые исследователи говорят, были покрыты некоторой шерстью. Лопты у неё не деградированы. Ну, вот Тасманийцев особая форма черепной коробки, она как бы вот эта часть, вот фрагматная, она здесь удается. А лоб у них даже в меньшей степени, как мы говорим, ну, в кавычках, в меньшей степени изменится, чем у коренных Австралии. У Австралоидов, убегающий назад лоб. Вот здесь мы видим даму Австралоидного типа. как раз в следующих годах. Ну, их можно пролистать, их достаточно много. Ну, вот типичный Австралоид кремный. А вот там вот предыдущий, Майчторман, дедуля, он, значит, их сохранилось очень мало уже. Вот 280 тысяч, но они уже как метисы, конечно, поменялись. Но ясное дело, что, в общем, вот эта вот часть, она всё-всё-всё-всё, изменилась, ну и, конечно, вот это отсутствие подбородка. Ну, не отсутствие, но практически постепенно он уходит. Ширина носа очень большая. Увеличение вот этого отдела как раз, как иницирован, так сказать, прагматизм. Ну, вот эта фотография конца 19-го века. Вы видите, такие разогеты. Ну, нельзя сказать о людях, что они похожи на обезьян. Ну, вот типаж как бы в ту сторону идёт. Это не значит, что Австралоид от Австралоид от обезьян, или негроид от обезьян. Совсем нет. Они так же, как и европеоиды. Ну, вот Игорь Дмитриевич, наш уважаемый. Избурьян. Вы даже можете сказать о этом. Это вот слепок вот этого, да? Который, как он называется? Американ. Да, Пати. А? Пати. Пати? Пати. Меня зовут Пати. Пати, да? Патерсон Пати. Патерсон, да. Патерсон, да. А вот это вот через смысл. Ну, вот здесь мы видим, вот если чуть-чуть увеличить, значит, вот Австралоид, вот это вот, значит, Ардезиец, а это вот, смотрите, видите, вот сбоку. Фактически, да, здравствуйте. И вот, собственно, такая история печальной деградации идёт. То есть, фактически, Австралоид повторяет, ну, не куполообразная середная коробка, но, собственно, Ардезиец, конечно, огромный дугий, да. Ну, Ардезиец я называю, например, на этих подскочениях, кстати, дырочки, вот, на следующий кадр. Вот она, кстати, дырочка там, да, вот, например, вот, 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 вот дырочка. Ну, говорят, там, не полевое отверстие. Не полевое? Да. Не полевое. Не полевое. Ну, вот, собственно говоря, раз выйти, да, австралоидов здесь мы видим. А, вот, и, значит, следующий. Следующий. Так. Ну, и вот, собственно, считается две группы австралоидов. Заселяли Австралию. Первая группа, вторая группа. Вторая группа более грацильная. Первая более массивная. Ну, посмотрите. Ну, то есть, наоборот. И вот, собственно, появляется вот эта вот, как бы, мощная челюсть и убегающий назад лоб. Ну, говорят, правда, что это уже вторичное использование монтажей, что любимые матери они делали, так сказать, как бы изменяли форму черепа, вот такую вот придавали характерную. Ну, вот один из черепов тоже. Следующий, когда зубы. Зубы. Зубной аппарат изменяется очень сильно. Ну, смотрите, какой назад убегающий лоб. А зубы, они увеличиваются, потому что жесткий растительный корм и размер черепной коробки сокращается у некоторых популяций астралоидов до 700-900 кубиков. Ну, и смотрите, конечно, здесь, в общем, непропорциональное развитие по отношению к тому, что мы видим у кроманьонцев, скажем, у кроманьонцев, артогнатные лица прямые, да, а здесь совсем другой лицевой угол и так далее. Ну, это, конечно, не обезьяна ещё, но к тому же идёт. Вот. Поэтому... А зоны давдал-давно увеличиваются? Да, да. Они, ну, до сантиметров, вот, кредные. Ну, в общем, и она сама зубная арка увеличивается. А нёба увеличивается. То есть там абсолютный максимум идёт человеческий, то есть она фактически облиняется нёба вперёд, то есть вытягивается черепная. Вот тоже астралоидные типы. Видите, как вот, ну, просто плоско можно, так сказать, с горки съезжать, да. Вот размер черепной коробки уменьшается, и при этом она становится толстый череп, в стенке черепа, что тоже говорит о деградации, об эволюции, как раз этой популяции. Вот тут вот видно хорошо, вот, черепа. Ну, я не буду говорить, где это, что это, что это долго. Вот, ну, видите, как, в общем, страшноватенько такое, да. Ну, а чем не снежный человек, да. Вот мы же там череп Хвита смотрим, да. Ну, а вот покруче будет-то, ё-моё. Ну, так, если грубо говоря. А? Вместе. Что-что? Ну, сделать одну фотографию, чтобы оба была. А, оба, и череп Хвита, и австралоид, да. Ну, вот этот вот. Да-да-да. Ну, вы обратите внимание, тут, наверное, кубиков 700, не больше. То есть опасно приближается к верхней границе шимпанзе и горелло. Шимпанзе 380, а он горел 500 кубиков. Ну, вот опять-таки, видите, вот Сапиенс, ну, в смысле, не Сапиенс, современный человек европейского типа, он тоже изменился по отношению к романионцу, у них общий предок был. Но этот же изменился в гораздо большей степени, и здесь хорошо видно, что альгариарный прогнотизм есть, вот эти вот зубы вперёд, они же выдвинулись. Увеличилась челюсть, вот, она же, ну, смотрите, даже не гружённая, не лазанная. Ну, и черепная коробка стала более приземна. Сосцелинные окроски стали более-таки мощные. Вот, это говорит о мощной, так сказать, мускулатуре, и тут вот, так сказать, для крепления жевательных мышц разнообразные эти, так сказать, беременные появляются. То есть усиление жевательной мускулатуры. То есть, на самом деле, от древних популяций к современным мы видим как раз приспособление к пищевой трофической нише и к жёсткой растительной карману. Амеликанцы жвачную резинку приют? Ну, жвачка это всё-таки не бамбуковые, там, всякие, молодые. Ну, тоже у них развивается. Ну, это всё мне живут, там, уже сто лет или сколько. Да, но на самом деле это, а эти-то питаются каждый день, у них жёсткие растительные микрофлоры, поэтому это и проходит. Причём, травку кушать и брожение в желудке идёт, потому что там всякие бактериальные микрофлоры заводятся. А вот это вот скольный такой выход. Вот это? Да, пусть скончались, и сколы такие широкие. Ну, да, они, вот как раз вот эти, и форма глазницы меняется, кстати говоря. У кроманьонцев, как доты, вы помните, да, у кроманьонцев, у них такие квадратные глазницы прямые, а вот как бы. А здесь глобела появляется достаточно, ну, глобела – это выступающая часть надбровья. И надбровные дуги, они хоть и не очень, как у неандертальцев или там, у дельбергберцев, но они… А, смотрите, носовой, грушевидное отверстие какое широкое становится. То есть нос, по большому счёту, становится, в общем, это тоже признак деградации, но и зубы, зубной аппарат, он увеличивается по отношению к европейцам. Это два черепа, в принципе, одного времени европейцы и… А насчёт глаз, это глаза получаются больше, и… Они глубже сидят, они глубже сидят, и, собственно говоря, ну, как они больше? Они, может быть, тут немножечко как бы с масштабом что-то, то есть элеграм, я не знаю, куда это взято, но, в общем, надо ещё масштабирование. Ну, это видоид, видоидная популяция такая, низкорослая она, ну, не очень низкорослая, она, собственно говоря, она известна на юге Индостан и так далее, но тоже, в общем, ничего хорошего. Вот в юном возрасте видно хорошо, что подбородчик-то совсем никакой, что тоже говорит о… ну, вот различные популяции, по-моему, людей и так далее, такая острововая группа эта. Вот антаманские негритусы, вот обратите внимание, вот когда европейцы туда пришли, они, собственно, голые, там, лазили по деревьям, вяли летушки обезьян на солнце и не знали огня, потеряли резь, практически. Их, собственно, воровы там сразу стали, они, в общем-то, почти-почти эту популяцию выберли. Осталось вот на сегодняшний день тысяч человек, а потом обратно их там стали специализовать, все эти одежды, тряпочки, бусы и так далее, и так далее. Ну, вот тоже, ну, это уже метит, скорее всего. Вот эти вот, кстати, беленькие волосы у детей, и потом у них, конечно, о народности сохраняются. Что говорит о предках, очевидно, о светло-светлах. Вот дальше, это человек, по-моему, из Америки, если не ошибаюсь. Это говорит о вот этих панамериканских, панамстралийских сверху. Следующий. Ну, это вот мой рисунчик Заны, такой, напомню, я по фотографиям, ну, Бурцев это все забарковал, конечно, но по фотографиям вот этих родственников, которые, ну, набросочек сделал такой, да. Просто, ну, естественно, костей не осталось, и что мы можем? Мы имеем только череп Хвита, не имеем, значит, грубо говоря, вот эти домиком глаза, которые на фотографиях потомков Заны. Ну, и лук достаточно маленький, мощные челюсти, вот это вот все. А вот губа-бантиком? А, губа-бантиком, да, мне казалось, что вот это вот как-то характерно. По крайней мере, у вот этой дочки, дочки Хвита, как раз Раисы, у нее, как бы, тоже вот некоторые вот сходства есть. Ну, тут сложно, все-таки мягкие ткани, они очень вариабельны, и потом это же метисы надо делать, поэтому это предварительное все. Ну, дальше, ну, такие вот черепа, то есть, опять-таки, мы же видим размер черепной коробки. Ну, вот здесь абстралоидная, хорошо видно насчет подбородка, да? То есть, у предков-карманьонцев однозначно было артократное лицо, ну, сейчас, как бы, не принято говорить об антропологии, но, на самом деле, у них же прямые вот такие вот лица, подбородок выдающийся, да? Ну, куда все девалось-то? А, кстати, подбородок один из маркеров речевых всяких возможностей человека, то есть, фактически, уходит. И повторяют всю эту неандертальцев, у которых тоже исчезает речь, исчезает подбородок, и гильдельбердцев, и разных-разных. То есть, у них, вот, допустим, речевой поток должен быть замедленным? Ну, им тяжело ворочить языком, я так думаю. Вот, просто надо, конечно, быть этнографом, чтобы там быть в этой... Ну, а потом, конечно, быт их и этнографии сильно изменились в последние несколько столетий, в силу того, что сейчас обратные порты идут, то есть, англичане-американцы, англичане-европейцы, они некоторые... Ну, тоже, вот, один из, так сказать, популяций. Вот, кстати, да, вот одна из дочерей Заны. Заны, снежного человека, который, вот, нашли самка-алмазка, нашли, значит, в Кавказе, ее привлечил, вот, грузинский, Абхазский-князь и так далее. Не похоже, да, на Кавказ? Похоже, может быть, вот, у нее не хватает что-то здесь, вот, 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 какого-то вот этого. Да, может быть, если не хватает что-то. Вот, ага, следующее. Ну, вот, это та же фотография. Ну, вот, то же самое, в принципе, здесь хорошо видно, что здоровая популяция. Они, видите, обменяют такой прогнатизм. Ну, то, что я говорил. То есть, фактически, стрелочками здесь показаны движения, изменения костей лицевого скелета, краниального скелета и так далее. Ну, вот, Абхаз, тоже хорошо видно, как меняются те крыльца, в зависимости от климата, типа пищи и так далее. То есть, это очень характерный, как бы, для футкласса, такой тип, физический тип, антропологический. Ну, сейчас их социализируют, конечно, они стали уже, собственно. А это вот полинизийка. Полинизийцы, вообще, есть версии, что они произошли от трех семей всего, заселили. И антропологи до сих пор спорят, собственно, кто это? Европейцы, монголоиды, либо там нидроиды, кто это? Вообще непонятно. То есть, они, как бы, сочетают, как у Ефрема, удивительный тип, которые сочетают все раз свои группы в одном флакуле. Но, на самом деле, вот такая витязация, она появилась от того, что просто был эффект основателя. Они, как бы, через двух различных волос. Ну, это вот папуасский печень, вот эта лицевая часть увеличилась сильно. Сразу видно хорошо. Ага, следующее. Ну, вот как-то я попытался здесь тоже немножко подрисовать, значит, вот дочь Бизана, да, Раисы, как-то, ну, обратить внимание вот этот вот нос, да, его характер. Ну, по фотографии я там ничего не придумал, просто немножко подрисовывал. То есть, это понятно, что она уже метис, но, тем не менее, есть некоторые особенности. Вот эта вот мощность нижней части, да, выступающей. Вот это какая-то, так сказать, отчасти эта. Так, да. Кто там может порцию взять? Алло? Алло? Да-да, мы уже здесь. Мы здесь сидим, ждём вас. Да-да, мы ждём, ждём, уже пришли три человека, ждут вас. Давайте, давайте, давайте. Это Игорь Мич сводит, беспокоится, что он уйдёт из него. Мы не уйдём. Ага, следующий кадр. Ну, вот это я попытался хвито реконструировать. Ну, в принципе, известная фотография. Просто я, как бы, по мягке Дерасимова попытался наложить на него мягкие ткани. Ну, вот что у меня получилось. Правда, просто сказал, что у него нос был. Что-то я рубильник сделал большой. По-моему, рубильник я ему небольшой сделал. Единственное, может, я его буду большим. Не знаю, но у него же мощная вот эта вот всё. Это ж понятно, у него там даже гребни и всё и прочее. Наверняка это особо. Ну, вот его фотография слегка подретушированная. Просто у Мурцева какая-то размытая там. Я не знаю, вот почему он не показывает нормальную. Там у него есть нормальная. Ну, в общем, типичный папуас. Вот почему эта линия австралоидов всплыла, да? Что фактически, значит, он не предполагает. Ну, я так предполагаю, что, собственно, такая параллельность. Ну, вот сам череп вид, хорошо виден здесь, кстати говоря. А вот можно к нему вернуться ещё разочек. Вот этот гребень, видите? Насколько вот это, кстати, жевательная мускулатура крепится туда. То есть, фактически, вот то, все эти пайки о том, чтобы он, значит, танцевал и держал стул там и так далее с человеком. Ну, ладно, всё, спасибо за внимание. Таким образом, общий вывод можно какой сделать? Что снежный человек, в моей версии это, собственно говоря, конвенгертный и похож на австраловый. Да, спасибо за внимание. Всё. Ну, ладно, всё. Продолжение следует.